Отряды самообороны Полевые командиры согласились, но при этом выдвинули свое требование вывести подразделения федеральных войск изо всех населенных пунктов Чечни и создать в них те самые отряды самообороны Эти самообороны были нужны боевикам, чтобы иметь по 10 человек в каждом поселке легально вооруженных людей, которых мы не могли сдержать потому что мы их сами создали есть списки, есть номера автомата, которые мы им сами дали населенных пунктов несколько тысяч в Чечне если в каждом по 10 человек посчитать это целая армия практически В соответствии с договоренностью отряды подчинялись командирам частей федеральных войск Им же поручалось формировать эти отряды по согласованию со старейшинами населенных пунктов Такая на первый взгляд незначительная оговорка помогла боевикам легализовать часть своих сил на время перемирия Никто никакие новые списки не составлял а попросту передавал офицерам списочный состав существовавших боевых групп Все это представлялось как волеизъявление народа По условиям договоренностей представители федеральных сил вынуждены были с этим соглашаться Ополченцам выдавали боеприпасы, гранаты, 10-20 автоматов в зависимости от численности отряда Это было то самое оружие, которое боевики, спустившись с гор, сдавали этим же офицерам Абсурд? Злой умысел? Или все-таки хорошо продуманная коммерческая сделка? Им оставалось только стрелковое оружие Оно переписывалось под номера Это стрелковое оружие Составлялись списки, кто вернулся Их переделывали в отряды самообороны Якобы они несли службу по охране своих сел от боевиков от каких-то, хотя они и сами были боевиками И мы их развозили по домам То есть они не имели права теоретически покидать то место, где они были приписаны И так боевиков в селах не было Были отряды самообороны, призванные защищать свои семьи от бандитов, которые находились где-то в горах Обычно ополченцы располагались в домах на въезде и выезде из населенных пунктов Военнослужащие не имели права здесь оставаться Поэтому заставы федеральных войск размещались поблизости Случилось так, что эти заставы стали все чаще и чаще обстреливать именно со стороны окраинных домиков Бандитские провокации, так обычно говорили ополченцы Но не могли предъявить ни одного задержанного злоумышленника Той ночью под Новогрозненским было обстрелено расположение батальона 34-й бригады внутренних войск Подполковник Валерий Швигель немедленно выехал к месту происшествия У него решение взять с собой БТР спецназа и поехать как бы в мирный поселок на переговоры Подъехав на окраину поселка, нас остановили, осветили прожекторами со стороны поселка И потребовали, чтобы мы вышли из бронемашины и положили оружие Я вышел сам, оружие оставил в БТРе, показал боевикам, ибо отряды самообороны, что наверное одно и то же было в тот момент Что у меня ничего с собой нет, за исключением авторучки и сигареты, наверное, не позволили подойти Щелкая при этом затворами, то есть я понимал, что меня держат просто на ножке Но он не растерялся, вошел в дом, где размещались ополченцы Внутри повсюду были разбросаны вещи, оружие, на столе пустые консервные банки, ножи Вдоль стен какие-то тряпки, похоже на них спали Швигель понимал, сзади вооруженные люди У тех, кто перед ним, тоже далеко не миролюбивый вид И тут офицер дал четкую и громкую команду построиться Они не хотят, ну как бы растерялись, видимо Построились со стволами, я их по фамилии сделал перекличку Не хватало одного, значит, и командира не было Я им дал 15 минут времени найти командира еще одного Откуда они их притащили, это все было ночью, темно абсолютно Я им приказал выложить все оружие на стол Все автоматы сам разобрал Значит, на одном была свежая копоть А это значит, что из автомата только что стреляли Но офицер не мог увезти с собой ополченца в расположение части, чтобы провести дознание Единственное, что он сделал, это забрал подозрительный ствол И поручил командиру отряда во всем разобраться самому А утром явиться в часть и объяснить, в чем дело Он это все свел к тому, что этот, так называемый, солдат отряда самообороны Ну просто обкурился и стрелял не в наших, а стрелял просто в воздух, по деревьям и так далее То есть, как бы без злого умысла, скажем так Но, доверяя своему комбату, комбат докладывал, что стреляли прицельно То есть, стреляли там по фарам, по прожекторам и так далее Лишь по счастливой случайности на заставе тогда никто не пострадал А вскоре в 34-й бригаде внутренних войск поняли, какую в действительности роль играли отряды самообороны Они охраняли других боевиков, которые спускались с гор, чтобы подкормиться, восстановить силы, залечить раны, а при необходимости забрать пополнение Несколько раз разведка доносила В том или ином селении скрываются матерые преступники, объявленные в розыск Туда незамедлительно отправляли группу спецназа Но на въезде у шлагбаума их останавливали и просили подождать, пока не будет получено разрешение старейшин войти в населенный пункт Потом кто-то из ополченцев отправлялся искать Аксакала Который должен был посоветоваться с другими уважаемыми людьми и принять решение Кстати, ответ всегда был положительным Но за те 15-20 минут, пока шли переговоры, все подозрительные лица покидали дома Схема работала безотказно Ну практически по всей сечне происходило то же самое, что у нас Ну, сто процентов одно и то же Потому что все эти отряды руководились кем-то одним Поэтому и тактика действий их там, и размещение, и поведение там, и все было одинаково везде Поэтому сказать, что это было в Новогрозненске, только так было везде, так было и в Шали, так было и в самом Грозном и так далее Ополчение боевики самооборона, непонятное для военных чехарда с перемирием Каждый день преподносил все новые сюрпризы Как-то в 34-ю бригаду пришли жители поселка Истесу, которые взялись было вспахать поле у села Что чуть не стоило им жизни Они наткнулись на зарытые в земле мины, снаряды и гранаты Крестьяне попросили военных разминировать 5 гектаров башни В Истесу вместе с проводниками отправились начальник инженерной службы части майор Юрий Гулай И 10 саперов Работы им предстояло много Там где-то находилось в пределах 650 снарядов 122-мм пушки А в общем количестве там набрались Там стояли гранатометы на растяжках разовые Там стояли и гранаты осколочные на растяжках Стояли эти же 122-мм снаряды на растяжках Там было примерно снято тогда нами в пределах 1100-1200 боеприпасов Саперы работали почти трое суток За это время они перелопатили все 5 гектаров башни Им пришлось обшарить мины искателями каждый сантиметр сельской дороги Для найденных снарядов выкапывали такие траншеи А потом на руках перетаскивали в них смертоносные трофеи Возможно, это огромное количество боеприпасов Оставило после себя артиллерийское подразделение армии Дудаева На этом поле были его позиции Или российские десантники, которые какое-то время назад располагались здесь Работы шли Обезвреженные боеприпасы подрывали тут же неподалеку Знали местные жители о смертельной тайне, которую хранила эта земля Или нет, сказать трудно Но кто тогда установил на поле растяжки И для кого они предназначались На разминировании саперов сопровождал местный агроном При обнаружении каждого снаряда или мины Он цокал языком, качал головой Приговаривая, сколько жизней мог унести как и какой взрыв Кто-то сказал, что брат агронома воюет на стороне боевиков О чем мирный Дыхканин искренне сожалел Петелин тоже в эти дни был в ИСТИСО В его задачи входило внешнее прикрытие работ Наблюдение и обеспечение безопасности личного состава Николай вел долгие беседы с общительным агрономом Когда речь заходила о боевиках, тот обычно говорил Мы все за народную власть Никогда мы не поддерживали ни Дудаева, никого Боевиков у нас в силе нет Мы в мирной Дыхкане Никогда оружие мы не знаем, к какому справе подходить Даже в душе я понимал, что он говорит неправду Но все-таки хотелось верить Как-то уж прямо он так честно это все рассказывал Тогда в Чечне только ленивый не обзаводился стволом Оружие было у всех Но не каждый убивал российских солдат Как в этих людях заподозрить боевиков? Днем у всех этих молодых парней вполне мирные профессии А ночью? Задолго до начала войны Дудаев издал указ о формировании вооруженных резервистов президентской гвардии Их в республике насчитывалось более 60 тысяч человек Таким образом, официально местным жителям разрешалось хранить дома оружие Чем незамедлительно воспользовались те, кто хотел вооружаться Если мы пройдем по-любому В любой дом даже, если зайти Я думаю, что можно найти оружие Автомат, либо СВД Винток